В самом начале марта российское представительство Volkswagen остановило производство на своем заводе под Калугой. Тамошний конвейер выпускал модели Polo, Tiguan, а также лифтбеки Skoda Rapid. Одновременно на паузу встала нижегородская площадка группы Gaz, где по контракту собирались лифтбеки Skoda Octavia, а с ними родственные кроссоверы Skoda Karoq и Volkswagen Taos. В официальном твиттер-аккаунте тогда было объявлено, что остановка производства связана со спецоперацией России на Украине. После этого никаких комментариев не публиковал ни российский, ни европейские офисы. И вот газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники добавила некоторых подробностей. Оказывается, простой на обоих линиях продлится минимум до 12 мая, но, возможно, производственный перерыв затянется до июля. Основной причиной паузы собеседник издания называет не политическую повестку, а логистический кризис. Якобы необходимые комплектующие зависли на польской границе, которую сейчас чрезвычайно трудно пройти. И поскольку транзит через украинскую территорию теперь невозможен, а Польша грузы пропускает крайне избирательно, рассматривается вопрос доставки комплектующих через Стамбул. Эту схему планируется отработать до конца весны, чтобы летом, скорее всего в июне, запустить и автосборочные, и моторный завод. Теоретически есть вероятность, что российские активы Volkswagen могут быть формально переданы новому владельцу, либо концерн просто закроет глаза на возобновление деятельности на территории России. В любом случае, подтверждения этой информации со стороны самого концерна нет, и состояние подвешенной неопределенности самое печальное во всей этой истории. Кстати, производственный партнер Volkswagen, группа ГАЗ, похвасталась своей собственной автоматической коробкой передач. Она разработана силами компании Нижегородские моторы, которая вскоре должна наладить и выпуск этого агрегата. Оказывается, автобусы из семейства Вектор, оборудованные такими автоматами, вот уже как два года наматывают тестовые километры по маршрутам Нижнего Новгорода. На сегодняшний день они прошли около 90 тысяч километров. Как отмечает пресс-служба группы ГАЗ, ей уже получено одобрение типа транспортного средства на двухпедальные грузовики ГАЗОН-НЕКСТ, а также автобусы Вектор и Вектор-НЕКСТ. Правда, старт производства таких версий по известным причинам, скорее всего, придется отложить.